Мы находимся в одном из самых отдаленных районов нашего региона, а точнее в центре Айтикибийского района. На сегодняшний день здесь проживает свыше 24 тысяч человек. Развиваются практически все социальные сферы. Наряду с крупными аграриями поддерживаются и молодые предприниматели. Бахаджан Сабыр в 2017 году принял участие в программе развития молодежного корпуса ЖАЗ-Проджект. Именно тогда у него зародилась идея по выращиванию и реализации местных продуктов. Выиграв грант в размере 1 миллиона тенге, парень приступил к строительству собственной теплицы. А спустя три года житель Айтикибийского района решил расширить начатое дело. Эту идею мне предложил мой отец. Мы решили начать выращивать в холодном регионе собственные овощи, которые бы пользовались спросом. Продукция поставляется в местные магазины. Сейчас нам необходимо расширение. Я подал заявку для участия в Бастау Бизнес на получение гранта в размере 500 тысяч тенге. И буквально на днях мне пришло одобрение. С начала текущего года в рамках проекта Бастау в районе обучились 80 человек. Кроме того, выделено 62 гранта на сумму 34 миллиона тенге. Свыше 50 человек по программе Ембек получили микрокредитование на сумму 249 миллионов тенге. На постоянные временные рабочие места трудоустроено 1117 человек. Проделана большая работа и по привлечению молодых кадров. К примеру, если с начала года район нуждался в 70 педагогах, то на сегодняшний день все места обрели своих специалистов. Однако в настоящее время местность все еще нуждается в квалифицированных кадрах. В данное время у нас есть дефицит в кадрах. Это в основном технические специальности, такие как трактористы, машинисты. Также хозяйство очень много спрашивают пастухов, доярок. Динамичная работа ведется по строительству и ремонту внутрипоселковых дорог. В рамках программы Аул Ельбисага обновлено 1800 метров дорожного покрытия на улицах Алии Молдогуловой и Тимирбека Жургенова. Всего в этом году проделана работа на 4,5 километрах районных автодорог. Что, конечно же, вызывает радость у местных жителей. В этом году сделали новые дороги. Нас, местных жителей, это очень радует. Кроме дорог установили детские игровые площадки, тренажерные и спортивные залы. Спасибо районному Акимату. Планируем на следующий год в поселке Карабутак провести средний ремонт в шести улицах, а также объездную дорогу. Сумма составляет около 500 миллионов тенге. А совсем недавно при районе больницы открыли инфекционное отделение, рассчитанное на 12 коек. В случае вспышки пандемии провизор дополнительно сможет развернуть еще 10 мест. Оборудование полностью. Есть пульсоксиметр 13 штук, ИВЛ-аппарат 5 штук, из них стационарных 3 портативных. Потом есть кислородный концентратор 8 штук. Все лекарства, лекарственные изделия все есть. Жительница одного из отдаленных поселков Айтикибийского района Тамара Дэдди прибыла в центр для получения необходимых документов. Если раньше жителям приходилось посещать несколько объектов при оформлении бумаг, то сегодня все вопросы населения оперативно решаются в одном месте. Напомним, сервис на Акимат запустился в августе текущего года. Очень удобно, хорошая обслуга, все такие вежливые, молодцы. Приходилось бегать туда-сюда, почта там, это здесь. Очень хорошо все. Активными темпами в районе развивается и агропромышленный комплекс. Например, сейчас мы находимся на территории одного из крупных крестьянских хозяйств, расположенном в Оралтогайском сельском округе. Здесь разводится свыше 2500 овец едельбайской племенной породы. 600 голов крупного рогатого скота, казахско-белоголовый и 415 голов мугалжарской породы лошадей. В 2013 году мы открыли крестьянское хозяйство, начали развиводить КРС. Спустя некоторое время мы решили разделить крестьянское хозяйство на три главных направления, чтобы в дальнейшем развить свое дело. Планируем выпускать собственную мясную и молочную продукцию. Для этого сейчас мы участвуем в одной из государственных программ. В настоящее время в районе действует 386 сельхозформирований, большая часть которых задействована в сфере животноводства. Все крестьянское хозяйство, то СПК, все пользуются, сейчас государственная поддержка, то есть получают субсидии. И вот по животноводствам, сейчас это каждое крестьянское хозяйство, у них есть свои скважины. Скважины субсидии, до 1 августа было субсидии 80%, с 1 августа уже 50% субсидии. Говоря о поддержке аграриев, уже в скором будущем в районе запустится комплекс по производству местной молочной и мясной продукции. Отметила новоспеченная Аким района и то, что главный акцент будет делаться, конечно же, на улучшении жизни населения. Я вообще, как сюда перевели, как сюда приступил к своей должности, очень благодарен населению за их, в первую очередь, понимание и терпение. Почему? Потому что они не дополучают тех моментов, которые на сегодня имеют в городе. Это, в первую очередь, газификация, водоснабжение, дороги. И на следующий год планируем внутрепоселковые дороги асфальтировать. В этом году 9 улиц в Комсомольске мы заасфальтировали. Дети здесь обучающиеся, ну и родители перестали носить сапоги резиновые, грязь не месят, спокойно ходят в школу по асфальту, дети на асфальте играются. Узнали более, как бы, другие виды игр, это катание на роликах, катание на скейтборде. Сейчас свое направление район поворачивает в сторону индустриально-инновационного развития, привлекается немало инвесторов. В частности, уже ведутся разведочные работы недропользователями по добыче золотоносных, медноцинковых руд и других цветных металлов. Мы будем дальше с ними прорабатывать, как осваивать эти месторождения. То есть не просто так, чтобы приехали, вырезали, какие объемы какие-либо и забрали. Нет, мы будем дальше добиваться того, чтобы они здесь хоть какое-то производство поставили. Второй момент – это по добыче железной руды. Это компания «Бенкала». Там работают более 300 человек. Из них 80% – это местное население. Мы на этом не останавливаемся. Мы с ними договоренность есть, чтобы обучить тех специалистов, которые на селе у них работают, на разных должностях, чтобы расти хороших специалистов горняков. Ведутся работы по развитию местного туризма. Одной из главных достопримечательностей истории является ставка Хана Булхаира, которая вызывает немалый интерес у гостей района. Кроме того, здесь запустят и экотуристический кемпинг, который в скором времени начнет радовать приезжих национальными сладостями.